Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июля, и я все забываю показать вам огород на балконе, а между тем у меня здесь тоже уже спеют томатики. Вот первый поспел вот этот штамбовый засолочный, я вам показывала. Но так как я уже говорила, что у меня много работы в большом огороде, я забываю про них. Вот опять у меня тут земля не полита, и случилась еще одна неприятность в огороде на балконе. Они весь перец объели какие-то насекомые вредители, сейчас покажу. Вот смотрите, листья все стали в дырочку, хотя здесь уже перчинки, все завязывается, и куст такой хороший, добрый. Но листья как сито! Я даже не могу понять, то ли это двоих воски как-то выгрызли, или кто-то с улицы пришел. У меня же двери открыты постоянно. Я вот хочу вам, как вас предостеречь, что огород на балконе, он хоть и маленький, но он требует таких же правил и такого же подхода, как и большой огород. То есть его надо также обрабатывать от вредителей, вот видите что. Но у меня-то это упущение, потому что я им, можно сказать, не занимаюсь. Он у меня по принципу посадил и забыл. Полью раз в три дня, потому что сейчас у нас жарко, пересыхает почва очень быстро. И, конечно, я ничем не обрабатывала, никаких подкормок здесь не делаю, потому что я его просто как посадила для образца, но он спеет. Все, у меня там, дальше потом покажу, ягода поспела и уже даже засохла клубника, один куст, а второй куст тоже оплелась паутиной, тоже вредители напали, и он даже погиб. Так высосали все соки из него. Но вот эти томаты, они стоят хорошие, большие такие. Вот это вот таймыр, пиноккио, наверное, тоже уже скоро будет спеть, весь в помидорках пиноккио. Но дело в том, что про томаты тоже сразу хочу сказать, раз сюда подошла. Вы должны, если вы посадите и будете выращивать огород на балконе, выбрать, какие вам нужны. Вот такие крупненькие томаты или много всякой мелочи, потому что вот эти крупненькие завязались. И если вы хотите укрупнять томаты, то вот эти пасынки нижние нужно было мне удалять сразу. Видите, так же, как и в огороде, тут у них появляются пасынки, на пасынках появляются маленькие плоды. Если не удалять пасынки, то томат будет, конечно, весь в плодах, но они будут мельче. Тут вот еще новые плоды появляются. И вот вы должны так же думать и решать, или мы удаляем пасынки, и у нас будут плоды вот такие все крупненькие, или он будет расти так, как захочет. И вот еще один пасынок. И на всех пасынках будет много-много плодов, но они будут мельче. Все, вот это я вам показала, как выглядит мой огород на балконе на 10 июля. Кстати, на улице вот этот штамбовый засолочный, он еще у меня не поспел, потому что там немножко все равно попрохладнее ночью. А здесь у него более комфортные и теплые условия. Вот здесь штамбовый засолочный уже поспел. Это мой маленький огород на балконе. И вот здесь у нас будет много-много плодовый засолочный.